приветствую любителей предметно-материальной истории и подлинного антиквариата дабы исключить всевозможные криво толки в комментариях и в головах отдельных зрителей относительно информации в роликах внесу некоторую ясность антиквариат был и остается для меня хобби на которой я трачу свободное время моя основная деятельность никогда не была связана с антиквариатом и продажей каких-либо товаров по профессии я инженер и много лет занимался научной работой связанной с электромагнитной совместимостью технических средств и влиянием электрических полей на здоровье человека в настоящее время я руководитель арт-центра бронзовая лошадь и занимаюсь организации различных мероприятий я не продаю товары на мешке авито и других площадках бесплатных объявлений большинство товаров выставленных на нашем сайте давно проданы а сайт выполняет только функцию визитной карточки я провинциальный любитель материально-предметной истории с большим опытом оборота антиквариата у меня нет аккредитации эксперта я не претендую на экспертное мнение однако в своих суждениях я пользуюсь той же литературой и теми же методическими материалами которые используют эксперты при атрибуции культурных ценностей меня совершенно не интересует личности продавцов сомнительных товаров а также их рейтинг и репутация их обезличенных ников регулярное появление на рынке фальшивок помогло найти мне новую интересную тему для контента а взбесившиеся посему фуфлариатчики подлили кипятку в серную кислоту в антикварном ареале продать засвеченный предмет очень сложно так как круг потребителей антиквариата ограничен поэтому можно понять беспокойство торговцев их озабоченность удалением комментариев под поддельными лотами на примерах сомнительных товаров я показал признаки подделки антиквариата со ссылками на справочную информацию оскорбившись публичными замечаниями о подделке фуфлодеятели перешли к различным угрозам и провокациям один даже подал исковое заявление в суд в котором требует удаление роликов и компенсацию вреда деловой репутации я буду держать вас в курсе этих событий на канале антикварный ареал в бусте ссылки оставляю в описании просматривая ролики на канале любой человек даже далекий от антиквариата сможет понять основные способы обмана при изготовлении подделок а также познакомиться с ушлыми маркетинговыми уловками продавцов фальшивок благодарю зрителей за репосты сила правды в публичности все обитатели антикварного ареала прекрасно помнят появление на рынке огромного количества фальшивых монет а затем царских ложек из этих монет пришло время более изощренных подделок производители фальшивок развиваются и уже работают европейские сайты по оптовой торговли фальшивым русским антиквариатом особое умиление вызывают деревянные ложки серебром и эмалью высока вероятность что скоро появятся дворянские березовые веники для бани в золоте с эмалью и дарственными надписями многие образцы подделок выставленные на этом сайте уже давно гуляют по разным площадкам вполне вероятно что подобные обезличенные сайты со сверх доходами являются спонсорами международных террористических организаций а продавцы фальшивок сами того не подозревая могут быть их пособниками подделки попадают в россию проходят атрибуцию на форумах где под никами безымянных экспертов скрываются продавцы мешка они без оснований ссылок на документы подтверждают подлинность фальшивок затем этот фуфлариат попадает в продажу к таким же безымянным спрятанными за никами торговцам фальшиво антиквариат иностранного производства подрывает экономику россии и позорит русское ювелирное искусство в своих роликах я неоднократно утверждал что изделий фаберже не может быть на мешке авито и остальных площадках бесплатных объявлений так как это аукционный товар и его стоимость установить даже опытному антиквару невозможно кроме того подлинность этих товаров должна быть подтверждена аккредитованными экспертами при этом наличие заключения к сожалению не всегда гарантирует подлинность эксперты могут ошибаться и иногда даже признают свои ошибки фирма фаберже выпускала эксклюзивные вещи и версии торговцев сомнительными товарами о том что фаберже рассылал свои каталоги по всей стране и выпускал в том числе и ширпотреб не имеют под собой никаких оснований например компания rolls-royce известна по всему миру практически все знают компанию по производству эксклюзивных автомобилей но много ли людей держали в руках запчасть от rolls-royce или хотя бы видели в живую автомобиль rolls-royce изделия фаберже отличаются изысканностью подделывать их довольно сложно поэтому торговцы фальшивками и самопальные эксперты разных форумов придумали историю про ювелира фирмы фаберже на изделие которых якобы не ставилось клеймо фирмы подлинные изделия фаберже если и появляются на рынке их моментально выкупают опытные дилеры для частных музеев и коллекции я предлагаю вашему вниманию занятное интервью директора музея фаберже в баден-баден александра иванова а после просмотра в комментариях прошу поделиться впечатлениями что это за история с фаберже расскажите пожалуйста правду что происходит сегодня в эрмитаже что за коллекция что вы знаете об этом ну как бы понятно что сейчас уже все все об этом знают но началось с того что там есть один такой торговец антиквариатом ружников лондон да это года два назад напечатал такую не очень хорошую статью про скорлова валентина васильевича о том что там подтверждает подделки тогда но это как-то осталось без вообще без внимания если бы ни одно но я так сразу я сразу и понял что история это будет продолжаться у нас в прошлом году было открытие выставки в эрмитаже фаберже ювелир императорского двора вот нельзя сказать что там экспонаты все новые выставлены практически все экспонаты были до этого на другой выставке да да принимал там и эрмитаж и исторический музей и так далее никаких вопросов ни качества предметов ни происхождения ничего не сейчас но в принципе сам смысл и суть претензий тут как бы это нападка на михаиловича петровского там начнем с того что с первых двух-трех публикаций там обо мне вообще ни слова нет нет сейчас речь не о вас а вот ружников второй день бегает от нас то мы договорились про скайп то жена ему закричала мои ребята слышат там тебя что-то повесит я не понимаю если человек пишет правду чего ему бояться или он знает что он пишет неправду про фаберже вот что происходит за кадром как мы говорим журналисты ну за кадром что происходит он знает что он пишет неправду его целью было создать такую знаете как сказать историю отдельно что вот он борет за правду эксперт везде вот все понимает и кроме кроме него нет ни одного эксперта и вот он нападает даже на эрмитаж но все это было сделано с одной цель как вот главная цель да это сейчас совсем недавно я узнал дело в том что в абу-дабе есть огромный музей и там как бы руководство этого музея ну и шейхи понятно они решили сделать целую огромную секцию фаберже тем более что там что там есть много предметов фаберже у одного шейха вот и на протяжении очень многих лет пытаются туда к нему пробраться как бы разные антиквары в том числе и ружников которые неоднократно там было в абу-даби к шейхам да да но ничего не получается почему потому что там как бы шейх скажем так военным языком захвачен есть такая антикварная фирма варцки вот которая ему оставляет изделие фаберже надо сказать что варцки грамотные люди вот и очень хорошо фаберже понимают и конечно по ценам они ему поставляют идти ну здесь чисто коммерческое состояние но шейх скупает изделие фабрики фаберже или вот само клеймо именно карла фаберже нет нет у фаберже значит небольшую ремарку сделаю у фаберже была фирма карла фаберже вот потом в девятьсот четырнадцатом году стал товарищ стал карла фаберже вот и эта фирма состояла из многих мастерских которые были самостоятельными образованием но работали исключительно фаберже ну например мастерская михаила перхина юлиуса рапопорта потом она первой серебряной артиле стала генриха викстрима вот то есть даже гениально сделал он не стал заморачиваться с изделиями с этими мастерами забастовками с этими он просто как бы помог организовать мастерам фирмы и дальше его интересовало только одно изделие а что там будет на этих фирмах его не интересовало вот и таким образом это гениальное решение конечно было разделение труда вот и капиталистическое по марксу вот и он от этого конечно как бы убрал у себя головную боль и это с одной стороны а с другой стороны все эти фирмы конкурировали между собой и получались уникальные изделия но надо сказать что изделий которые лично изготовил сам карл фаберже он же ну хотя он был мастером вот и временем правил как ювелир зарегистрировал вот их дошло совершенно незначительное количество например вот у нас есть одна подвеска с натуральной жемчужиной работы непосредственно самому фаберже больше я не знаю на рынке ни одного такого принято вот так вот все изделия фирмы фаберже сделал их фаберже или это сделали мастерские его неважно это фирма фаберже и вот они за это ценятся это бренд это всегда я очень долго как бы боролся за то чтобы называли именно стилем фаберже в чем заключается никто не мог объяснить в чем стиль фаберже сам заключается стиль фаберже заключается в непосредственно исполнении изделий в качественном уникальном ювелирном филиграном я бы сказал исполнение где все делалось вручную исключалась машинная обработка вот каждое изделие было узнать даже две одинаково два одинаковых предметов они между собой отлично понятно поскольку там была фабрика у фаберже вот изготавливались они конечно предметы не все у него были прескуранты он рассылал их по всей россии ему заказывали тысячами сотнями тысячи предметов он и делал например пасхальные яички пасхи небольшие ну тысячи их известно но естественно поскольку они все были сделаны ручным трудом нет ни одного предмета который был бы как две капли похож друг на друг вот и вот в абу-даби в абу-даби значит есть известный один шейф коллекционер который собирает и платят ну колоссально ну например на рынке будто стоит фаберже 2-3 миллиона тот платит 8-9 еще по деньгам которые были там 10 лет назад когда это были вот так вот он очень хочет туда попасть именно вот этот вот этот ружников как его фамилия ружников а причем здесь эрмитаж петровский сегодняшней ситуации ну хочет попасть пожалуйста но его не берут дело в том что ведь понимаете они же не дураки ближний восток они очень умные люди естественно они значит смотрите значит абу-даби получили заплатили за одно имя несколько миллиардов чтобы называться короче чтобы не вдаваться в подробности в качестве партнера все эти арабские республики рассматривают эрмитаж имеют право имеют право потому что эрмитаж это эрмитаж никуда и значит позиция михаева борисовая такая что во всем мире и петровского и как бы он большой ученый ну понятно что не фаберже а у него другом другой все-таки да и он и его отец как 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 директор музея как директор музея естественно как бы он управляет таким огромным штатом и таким музеем где собраны такие сокровища любой там лур и любые арабские эмираты и катары и так далее все хотят сотрудников. А в Эрмитаже разве много Фаберже? 31 предмета. Но это вот не фабрика, а именно Карл Фаберже, он сам делал. Или все-таки фабрика? Нет, нет, это фирма Фаберже. Мы не говорим фабрика. Вот фабрика, термин фабрика, это уже пошло после 1914 года в Москве, когда Фаберже начал делать военные заказы. А так была это просто фирма Фаберже. Сам Фаберже, я говорю, у нас есть один предмет лично изготовленный Фаберже. Больше в мире я не знаю ни одного. Он все-таки был гениальный организатор. А вот имена тех мастеров, они остались в истории, кто работал на фирме Фаберже? Кто делал эти сокровища? Мы их знаем. Да, конечно, имена все известны, все полностью. А среди учеников Фаберже, так их назовем, были те, кто превзошел мастера, как вам кажется? Нет, нет, нет. Нет, надо сказать, что после революции в Париже сыновья Фаберже пытались возродить его дело, делали там разные яйца в стиле Фаберже, но, конечно, уже не то. Они искали мастеров, некоторые мастера работали, но это было не то. Так все-таки, что сегодня, что вдруг этого господина Ружникова подвергло на вот все эти, ну, инсинуации, как это сказать, на эту всю эту хрень? Эти инсинуации, эти инсинуации только стать, как бы, самым главным экспертом, который, как бы, как сказать, поставил эрмитаж на место, скажем вот так, мягко, вот. Значит, он самый главный эксперт, больше всех понимает, и с ним должны все советоваться при покупке вещей, а он на этом должен зарабатывать. Вот и все. Вот основная его цель. Но надо понять, это я просто, Андрей, я расскажу просто как пример. Например, есть салон, который торгует телевизорами, Samsung, например. Там есть продавец, который торгует не один год, вот, знает, где какой телевизор и так далее. Но вот что внутри этого телевизора, как его починить и так далее, он совершенно не понимает, не знает. А есть тот, кто в Samsung отвечает за производство этих телевизоров и так далее. Вот это вот эксперты. Вот они понимают, они могут единственные сказать. А тот, кто продавец, он может сказать, да, я знаю, я видел этот телевизор, вот это он, а это не он. Но это же глупо. Для того, чтобы говорить, тем более, о такой тонкой истории, как по бирже, здесь надо хотя бы знать архивные материалы, хотя бы читать литературу, не поверхностно знать. Но есть у него материалы, которые, надо сказать, что он же не просто так взял и напечатал это все. Тут свою, как бы, лепту внесла Татьяна Николаевна Мунтян, это сотрудник музеев Пасковского Кремля. Она немножко синтриговалась здесь, против, наверное, меняется из полного. Зачем? Зачем? Смысл? Ну, она экспертизы делает, на этом зарабатывает. Ей нужно, чтобы поле экспертное было расчистить. Но, знаешь, бабы-туры, что там говорится, хотели чуть-чуть, а получилось вот так. Я почему это знаю хорошо, и почему, когда у меня была пресс-конференция в Эрмитаже, я так немножко перезавелся и на Ружникова и так далее, потому что у меня просто перед пресс-конференцией люди, которые меня хорошо знают, переслали всю эту переписку и Ружникова, и Мунтян, и... Вот я об этой закулисной хрени, о переписке слышал, и более того, нашлись добрые люди, нам на портал Караулов Лайф ее даже принесли. Я это публиковать не стал, потому что грязь, бизнес, ахинея и провокация, ограниченная с проституцией. Я вот здесь, как бы, меня тогда... Я так возмутился перед этой пресс-конференцией, что приложил и Мунтян, и Ружников. Может, этого не стоило, потому что все музейные вопросы... У нас как-то в нашем кругу спокойно решаются между собой. Грязь мы не выносим. Ну, например, что-то там в музее фабережали, на фонтанке, что-то не то. Никогда в жизни я ничего не скажу, что там... Или что-то в Эрмитаже. Я хочу понять одну вещь. Подлинность или подделка в 21 веке при сегодняшних возможностях это так легко установить. Легко. Когда-то мы говорили в 90-е годы, господи, у меня... Мне был подарен предсмертный этюд Левитана. И Острохов подписал, что это, да, предсмертный этюд Левитана. Я решил проверить. Все-таки вдруг меня обманывают, он денег стоит и так далее. Я выяснил, что проверить некому, потому что главные эксперты в 89-е и 90-е годы уже убежали в Израиль от всех тягот жизни, а те, которые сегодняшним не доверяю, даже я. Дмитрий Сергеевич Лихачев, и я горжусь тем, что я спас это, для России оставил, ему Евгений Евгеньевич Лансере подарил последний вариант сокольничьей охоты. Их два. Один в Русском музее, часы настенные. Второй был у Дмитрия Сергеевича Лихачева. Я пришел к нему в гости и смотрю, огромный какой-то предмет завернут, как покойник, в белый саун. А это что такое, Митя Сергеевич? Знаешь, какая прелесть. Мне финн какой-то, 5 тысяч долларов дает. Вот это мне Евгений Евгеньевич подарил, я решил продать. Да, это уедет из России, но Лихачеву жить было не на что. Я с ним делал большой диалог о его доходах, и он честно говорит, какие там 100 долларов в Пушкинском доме, о чем вы говорите, зарплата его была меньше. Я собрал все свои гонорары, я купил за много-много дороже. Дмитрия Сергеевича волновало две вещи. Первая, где расписаться, чтобы он получил деньги, и как с этого заплатить налоги. Я это спас для России, потому что он голодал и продавал. Но еще раз, подлинность. Сегодня Фаберджелли, Лансерелли, Левитанли, это мгновенно делается. История с этим вашим Рушниковым, я не знаю, кто это такой, значит, он бегает от меня, говорю, с полным правом, обсуждается уже два дня. За эти два дня можно было поставить точку, окончательную, в любом споре. Я не прав? Почему это не делается Петровским вами, музеем, Эрмитажем, и все, ну, ахинея, ну, авантюра. Человек хотел заработать, в пользу шейха. Наплевать мне в пользу кого. Поставили точку, забыли и сняли эту тему из интернета. Ну, здесь немножко не так. Ведь когда начался этот скандал, я первое, что сделал, я написал письмо на имя Петровского, вот, и попросил провести техническое исследование. Что Михаил Борисович сказал? Да, на который пало вот подозрение, скажем так. Это тут же начали делать. Но это, значит, что такое Эрмитаж, что такое лаборатория? Ведь стоимость я сам, когда я у них впервые побывал, это было месяца там три назад, наверное, в лаборатории, я просто обалдел. Нигде в мире такого нет. Оборудование, как у них на десятки миллиардов просто этого оборудования. И такое оборудование, что мне даже это в фантастическом романе не снилось. Мне показывали, как они исследовали там чаши, которые этрусские какие-то, медные. Почему они, когда их раскопали, они оказались прямо вот как будто только что почищены. Все говорили, да не может быть. И этого добился именно Михаил Петровский, академик. Он нашел деньги, он нашел спонсоров. Это его инициатива проверять подлинность ли в Эрмитаже то, что предлагают иной раз просто с улицы. Или это фуфло какое-то? Да, да. И вот они по этим чашам, например, определили, что там был пожар в этом помещении и тонкий слой углерода покрыл. Потрясающе. манометром. И даже они сделали под электронную и микроскопную фотографию. Я это смотрел, я думал, это фантастика просто. А уж исследовать и то и сказать, какие там материалы современные. Да, да, да. Или какие-то, да, да. Или фаберже. Поэтому они сейчас проводят, но это не один день. Предметов там надо проверить пять, на которые напал, скажем так. Один уже проект. Один как бы по своим параметрам полностью подходит и даже установили этих. Маленькая ложь ничем не отличается от большой. Рассуждаем. Если один предмет, о котором товарищ из Лондона сказал, что это подделка, оказался подлинной, и вот, пожалуйста, подавайте в суд международный, какой хотите, любая экспертиза скажет, что это подлинный Карл Фаберже и его мастерская, то остальные предметы можно не проверять. Я не прав? Нет, надо проверить все. Надо в идеале. Но если маленькая ложь ничем не отличается от большой. Если предмет такой-то оказался подлинный, а про него сказали, что это фуфлаган, то, извините, отвечайте по закону за фуфлаган. Я не прав? Да это право. Это абсолютно право. Но дело в том, что, конечно, я бы и сейчас суд подал и выиграл. Ну. Вот и все документы есть. Но с него взять нечего, с Ружникова на нем, ему ничего не принадлежит. Вот в чем дело. А дело не во взять, дело в прецеденте. Если человек клеветник, пусть он отвечает, не надо по клевете, как Хинштейн, два года тюрьмы, не надо, ну и к черту, с нищих не берем. Именно с нищих. Но чтобы не было прецедента. Завтра будет, как в фильме «Бандитский Петербург». Стоп. Что из Эрмитажа украли что-то, этот подлинник где-то на квартире и так далее, Петровский не заметил, а заменили чем? Копией. Рушников создает прецедент. Как когда-то создавал прецедент Юрий Болдарев. Я не прав, обвиняя Эрмитаж, что уже там хищение на миллиарды, сотни миллиардов и с выставок не все вернулись. Ну, здесь же все не подтвердилось. Значит, но ведь суд в Лондоне будет примерно, я уже с юристами по сравнению, это будет несколько миллионов фунтов стоить. Чтобы эти деньги получить, хотя бы свои деньги, с него ты не получишь. У него обширы мало. Начнется следствие по поводу его фальшивых паспортов и так далее. Значит, мне нужно было, чтобы были соответчики. Соответчики сейчас нашлись. Это Ньюс Ньюс Арт или какая-то, который перепечатал первую... Перепечатал эту хрень, да? И Би-Би-Си от Инисян там или еще какой-то... У этих деньги есть, им есть чем ответить. Это уже интересно. Что, с Би-Би-Си будем судиться? Это хорошо. Это я вот рад. Своё интервью взял с ними записал. Да. А он все в этой статейке, как бы, не знаю, по заказу Ружникова или по собственному... Это неважно. То есть, есть... О, это интересно. Теперь с ответчиками Ружникова этот Ньюс Папир и Пи-Би-Си. То есть, с них деньги можно... Конечно. Вот сейчас даться... Самое главное, сейчас надо дождаться результатов экспертизы, чтобы окончательный это был. И всё. И автоматически в суд подойдет. Тогда другое дело. Тогда можно тратить. Но на одного Ружникова что на него тратить? Он же подстрахован. Вот он коллекционер какой-то там пишут на Западе. Эксперт по Фаберже. Где его коллекции? Что? Я хотел бы... Хотел бы... Просто бы посмотреть, что у него есть. Скажите, для вас... Забыли тему «Знищих не берем». Вот для вас. Людей, которые для России, для России собирают по миру всё русское. Возвращают сюда. Я никогда никому не рассказывал о том, никогда никому не рассказывал о том, что я караулов. Нашел восемь магазинов в Европе. Восемь. Пикаделлия, иконостас, так он и называется, магазин. Сан-Марина у входа в старый город. Маленький двухкомнатный магазинчик. Русские иконы, украденные немцами. Где-то рядом склад. Ты покупаешь шесть икон, через сорок минут везут новые шесть икон, вместо тех, которые ты, караулов, купил. Двадцать лет назад я ученик, по многому, Элиса Молча Зерберштейна. Он возвращал с Запада всё краденное у нас. Я стал покупать на свои деньги иконы, чтобы вернуть их в Россию. Я нашёл шесть магазинов в Европе, где русские иконы, а немцы их вывозили вагонами. Продаются и сегодня совершенно свободно, как будто нет закона о реституции. Я их покупаю, возвращаю в Российскую Федерацию. Это для меня стало не смыслом жизни, конечно, но чем-то таким, что я делаю, я это делаю. Кому я дарю иконы, какие церкви, какие приходы, какие сиротские дома, это моё личное дело. Захочет моя жена после моей смерти, она моложе меня, естественно, меня, надеюсь, переживёт, расскажет сама. У меня вся комната мамы, где мама умирала, она вся в иконах. Ни одной иконы, которая здесь была бы в России, я всё привожу с Запада. Да, это стоит денег, но это моя миссия, потому что это русская. Одну икону я у Михаила Сергеевича Горбачёва из рук в Баден-Бадене вырвал. 1640 год, ему сделали скидку, тут вошёл караул, Горбачёв бежал, потому что он хотел платить наличными. И поскольку ему сделали скидку, за эти же деньги я очень горжусь, и я её купил. В Баден-Бадене какая-то выставка икон. Для меня это стало миссией. Если вы люди, которые думают о том, что ФБРЖ и Россия это целое, делаете то, что вы делаете, а вам в спину, а сейчас уже и в лицо начинаются вот такие плевки. Есть ли возможность у вас, у людей, которые действительно тратят свои деньги во имя, во имя государства, чтобы наши дети видели не на картинках яйца ФБРЖ, или вот то изделие с жемчужиной, о котором вы говорили, своими глазами, и не у шейха в коллекции, чёрт возьми, а в Эрмитаже. Увы, можете как-то раз и навсегда защититься от проходимцев, от того, чтобы вас не шельмовали какие-то люди, чтобы в интернете не было скандала, он близок к Путину, это про вас, у него денег куры не клюют, и этот говно скупает ФБРЖ, да ещё и подлинно, и этот говнюк, то есть вы выставляете с другим говнюком Петровским это в Эрмитаже. Вот от этой ахинеи, от зависти, от подлости вы способны сегодня защититься или нет? Вот объективно, спокойно скажите мне. Объективно, конечно, нет, поскольку там у них нет ни стыда, ни совести, особенно в Лондоне, ну, они себя чувствуют совершенно бездоказно. Вот, и поэтому тут, ну, что-то, что там, греха таить, разве это первое, первый повод напасть на Эрмитаж, но были ещё несколько лет назад и постоянно пытаются, вот, но я вот лично, я лично всегда задерживаюсь такого принципа, собака воет, караваны, я на это не обращаю внимания, но здесь, поскольку было нападение, нападка-то, может быть, и не полностью на меня, а на Эрмитаж, я, к сожалению, должен, ну, может быть, даже и не к сожалению, а история-то нас рассудит. А это правильно не обращать внимания? Это правильно не обращать внимания? Или это уже устарело? Они наглеют? Пойми, если на всё это, на эту всю грязь обращать внимание, ну, да, для них жареный факт, какой-то дурачок, там, который считает себя Фаберже, написал, и вроде бы как-то обосновал это всё, вот, значит, и благодаря этому, считаю, на Западе вдруг стали считать, что вот кто, какой-то Ружников, который до этого-то ни из какой нарынии вылезал, кроме как из скандалов, с возвратом фальшивых предметов, там, и так далее, вдруг он стал великим экспертом, ну, что, я должен им доказывать, да нет, у вас там, этот, кривой косой, зачем? Мы своё дело делаем, и всё, как бы там ни было, вот, яйцо Роджик, да, как бы ни хотела и английская корона, и спит, Германия, и так далее, как бы они ни хотели, яйцо Роджик находится в Эрмитаже, подарено Путиным, вот, как бы они ни хотели это всё сорвать, и так далее, всё равно у них ничего не получилось, но мы и так дальше действуем, ведь не только, там и фельдмашерский Жез, там и часы Александра Третья, и всё, и всё это в Эрмитаже, вот, и сейчас там начинают, вот, наши злопыхатели говорят, если бы не было этих там подарков, и так далее, да что там Эрмитаж, со своей какой-то там коллекцией Фаберже, вот это после того, как у них стали эти яйца, вот они стали, как бы мировой, как бы значимой вершиной в деле Фаберже, вот, значит, но делают-то историю кто? Историю делают люди, вот, да мы с тобой делаем историю, вот мы считаем так, а там целые государства не хотят этого. Добрая слава лежит, а худая бежит. Мы плохо знаем своих врагов, мы не умеем с ними бороться, мы не умеем бить наотмашь, мы говорим, ну их нафиг, кто они такие, что с них взять, а они наглеют, и уже какой-то шейх или кто-то чего-то, что-то, где-то, как-то, и вот так из какого-то ссора растут цветы, не ведая стыда. Именно потому, что мы по мордобою не доводим дело до конца. Я не прав? Ну, абсолютно прав. Но что сказать? Моя позиция такая, вот, в данном споре, что... Это не спор, если вы правы, это не спор, а провокация, но доказать, что это провокация и показать настоящей ФБРЖ экспертизы любые и Би-Би-Си засудить на миллионы, это святое дело, другим неповадно будет. Мы этим сейчас и занимаемся. Дело в том, что, ну, нужна такая экспертиза, которая будет, ну, не будет... Нобелевских лауреатов, условно говоря, Нобелевских лауреатов. Примерно так. Вот мы это делаем, плюс архивные материалы, мы это делаем, мы все нашли. Плюс, как бы, вот я специально выписал все, что Ружников говорит, да, все его опусы. На каждый его опус есть ответ. На каждый. У вас сил хватит довести это до конца, вот чтобы больше никакие Ружниковы не возникали? Нет, конечно, в любом случае это дело дойдет до конца, но для начала надо как бы этому, так скажем, неучу, дать достойный отпор в плане научных материалов. Да, конечно. Не просто, но вот, мы уже все слова, это, я считаю, вот так, причем очень грубые там, это так, это все какие-то приводят там документы, которые к этому делу совершенно не относятся. Вот я сегодня был интервью с Нью-Йорк Таймс, я ему сказал, что дьявол кроется в детали. Нельзя взять одну крупинку, настоящую золото, и подмешать ее, извини, в говно, и сказать, что это, ну, это потому, что вот здесь есть золото, маленькая частица. Так же и с выступлениями Ружникова. Вот я бы хотел сейчас тебе немножко, вот, чтобы, может быть, и телезрители у тебя поняли на будущее и так далее, вот то, что говорит Ружников, и то, что есть на самом деле. Вот смотри. Первое, что никто не обратил внимания, обратили внимание только специалисты, которые мне звонят, эксперты и так далее. На что обратили внимание? То, что на этой выставке, ну, это яйцо было, о котором говорит Ружников. Все остальные предметы были, но на этой выставке мы вводим в научный оборот и в другое. Мы просто как бы меняем вообще представление о императорских пасхальных подарках и о яйцах Фаберже в целом времен Александра Третьего. До этого никто не обращал внимания. Вот мы с Мариной Николайной Лопато, вот, земля и пухом, скажем так, вот, мы с ней впервые вот вводим в оборот пасхальный подарок, который дарил император Александр Третий своей жене Марии Фёдоровне. Вот, всегда считал, всегда во всей литературе, что, ну, поскольку мать уже была не жива, вот, Александр Круткий дарил по одному пасхальному яйцу. Ну, это как бы аксиома, и все западные эксперты пишут и так далее. Но, оказывается, совсем нет. Совсем нет. Значит, вот мы вводим в научный оборот ранее неизвестное пасхальное яйцо, подаренное Александром Третьим своей супруге Марии Фёдоровне. Значит, в настоящее время известно, ну, то, что известно по документам, известно лишь одно пасхальное подношение Александра Третьего в 1889 году. Это яйцо в стиле Людовика XV Мессесса, которое неизвестно, оно пока не найдено, его нет. Но документы на него есть. Оно обошлось, скажем, в 1900 рублей. Но мы нашли в архивах новое пасхальное подношение, которое обошлось в 981 рубль, это работа Фабержея, и плюс ещё яйцо, которое в виде жемчужины в этом пасхальном подношении, которое 961 рубль. то есть 1800 рублей это дороже обычного пасхального яйца. И вот мы начали дело его императорского величества об изготовлении ювелиром Фаберже пасхального яичка для подарка Марии Федоровны. Это такой прорыв, я бы сказал, в Фаберже-Ведине. До этого неизвестно было ничего. Да и Ружников здесь ничего не может, он же не понимает этого. Он даже на это не нападает, потому что не понимает, какой предмет, какой стоимости. А у нас долгое время, около 20 лет, в музее находится подвеска шемчуж. И удивительно, что эта подвеска лежит в футляре, в виде пасхального яйца. И долгое время это было неизвестно. Ну, подвеска и подвеска. А потом, когда мы нашли материалы, мы ахнем. Есть счет Фаберже, где император заплатил 981 рубль Фаберже за эту подвеску просто заработал. А сколько Фаберже вообще в России сегодня? В музеях мало. Значит, скажем так, если вместе все музеи взять, ну, наверное, 500, 400-500. А сколько всего было сделано в мастерской? Ну, по моим данным 120. И где они все? На аукционах продалось чуть больше 25. И где все это? Ну, в частных руках. Ведь дело в том, что у меня есть... Но на Западе. Да, на Западе. В основном, да. У меня есть музей Фаберже в Падыкбаке. И чем хорошо? Тем, что мы там как рыболовы, знаешь, к нам обращаются все со всего мира. Конечно, уникальная такая ситуация. У кого есть Фаберже, которые хотят его оценить, у которых есть яйца. То есть на сегодняшний момент, вот я без привлечения могу сказать, что я знаю несколько десятков тысяч предметов, которые находятся в частных руках, и которые рано или поздно они будут продаваться. Значит, и здесь это огромная уникальная возможность для того, чтобы в России создать что-то единый какой-то такой, знаешь, музейный холдинг, который в единое целое. Ведь, ну что там, ну 30 с чем-то предметов в пермитаже, ну может быть там, я не знаю сколько, ну 100 предметов, 150 вооруженных палок, в историческом музее несколько десятков и так далее. Ну, на базе чьей-то, вот я в свое время предлагал, как бы, писал это письмо Собянину, что есть в Москве помещение Кузнецкий мост 4, где сейчас уголок. Тогда это было государственное. как бы помещение, вот, значит, Москва сдавала его в аренду, вот, я предлагал, что создать на его базе музей Фаберже просто, ну что это, ну для города это не так. И че Собянин? Ну и че Собянин? Продали это помещение частному лицу, он сейчас его сдает интернет-фирме, торгует ботинками, там всякие, все. Удивительно. Мы когда-то с Раисой Максимной Горбачевой, покойницей, боролись за то, чтобы здание автоэкспо отошло под музей частных коллекций соседнему зданию Пушкинского музея Ирины Санне-Антоновой. Илья Самолыч Зильберштейн, Раиса Максимовна поддержала. Оказывается, автоэкспо было военной организацией, там военные и генштаб раком стали, Горбачева их наклоняла, будь здоров, как? Ну отбили же. И Владимир Петрович Енишерлов, тогда он был в огоньке, сейчас главный редактору погибающего альманаха «Наше наследие». Пробили. Неужели вот то, что Горбачева могла пробить Раису Максимовну тогда в 90-м году, Собянин в 2000 каком-то не отдал? Фантастика. Это поразительно, и я же ставил этот вопрос, когда? Я ставил этот вопрос, воссовский колец брал у меня интервью, после того, как Путин дарил армитаджу, они мне тут же позвонили, и я прямо, как бы, пользуясь моментом, сказал, что есть такое помещение в Москве, 200 с чем-то метров всего. Да. Подвал. Над ним находится управление культуры города Москвы, второй этап, еще 100 метров. Вот эти 300 метров, это был магазин Фаберже, известнейший магазин. Да, да, да. Чем там не сделать музей? Делают чего угодно музей в Москве, чего угодно отдают. Но здесь-то почему? Нет ничего подобного. Взяли, ну выгодно, понятно, продали, деньги положили, видимо, в карман. Все. Все, теперь это помещение не получено. То есть, историческое помещение, которое торгуется и часто... Ну где в мире такое может быть? Ну нигде. Но я продолжу как бы сружно. Вот, значит, вот сейчас я перечислю все его претензии, которые... Вот я их специально выписал. Давай. Вот все претензии. Вот первая такая его претензия была, это о том, что там выставлена в музее, в эрбитаже на выставке фигурка, прикуривающая солдат. Работа Фаберже, подписная. Вот. С даты 914-й год. Вот. Значит, он пишет, что это грубая, грубая реплика скульптуры советского из музея генеалогического имени Ферсмана в произведении 20-го и 21-го века. Ну, начнем так, что фигурка этого солдата известна. Она на рынке была еще до 20-го века. Значит, а во-вторых, значит, Ружников вот в этом своем опыте пишет, что фигурки никогда, Фаберже никогда не повторял там свои изделия. Ну, вот я для него ликбез и на конференции и сейчас провожу. Потому что многие фигурки Фаберже он изготал в нескольких экземплярах. Ну, поскольку это коммерческое предприятие, это известно. Например, Джон Буль там несколько фигурок есть. Или Алиса в стране чудес, несколько фигурок у него. Но в Минералогическом музее академика Ферстмана наряду с солдатом запасного полка, там есть солдаты, представлена композиция «Ледовоз». Но рядом с этим ледовозом стоит еще один ледовоз из серебра. Такой же, копия. Тоже работа Фаберже. Но никто же не говорит, что раз одна есть, значит, другой не может быть. Они оба работают Фаберже. Кроме того, ледовоз еще находится в одной частной коллекции назад. Но история солдата вот этого запасного полка, ведь, опять же, никто не знает у нас. Как бы эксперты должны были у нас немножко хотя бы... Это же история давняя с солдатами и стоит в Минералогическом музее Ферстмана эти фигуры и в Павловском музее. Но можно было же просто архивы поднять и понять, что Савицкий, когда делал модели для вот этих фигур Фаберже, в частности для солдат, он использовал фотографии, которые представил ему кабинет его императорского величества. Значит, и в солдате мы узнаем кого? Императора Николая II. И мало того, я на конференции тогда показывал фотографии, где император Николай II стоит в форме солдата запасного полка. И с него сделано... И мало того, не только Фаберже это делал, а опять же, это же тот же академик Ферст в своих трудах указывает, что есть фигурка солдата, такая же, но работы Карла Верфи в Санкт-Петербурге. То есть несколько вариантов этого солдата было. И говорит о том, что основной это аргумент какой-то. У нас солдат в музее академика Ферст значит, другого быть не может. Ну, полная глупость. Ну, говорит человек, который не понимает ничего. Я на секундочку тебя остановлю, я сейчас тебя удивлю. В Питере, когда мы сделали музей, помогли сделать Илье Самовичу, пробили музей частных коллекций, в Питере губернатором тогда был Владимир Яковлев, ему позвонила, ну, она дозвониться не могла, позвонила через нас журналистов, великая женщина, Сараева Бондарь, говорила, я скоро умру, у меня огромная коллекция, прежде всего, русской живописи, я хочу, чтобы был такой же музей в Питере, частных коллекций, какой в Москве. Она всю жизнь собирала, я спросил, честно, откуда у вас такие деньги, она говорила, вы знаете, на сытном рынке в блокаду за продукты можно было выменить все, что угодно. люди шли, а один какой-то ее родственник, который в 45-м году Бог прихватил за спекуляцию, его наказал, он выменивал на молоко великие ценности, а это был какой-то дальний ее родственник, вот так составлялась ее коллекция, но он был одинокий, и Бог его наказал, в 45-м году, когда уже все было, он умер, то ли от инсульта, то ли от инфаркта, вот этот, который выменивал на сытном рынке в блокаду у умирающих петербуржцев то, что у них было в домах на молоко или какие-то продукты. И вот сейчас я тебе покажу подарок сараевой бондарь. Посмотри на это, узнаешь, солдатика? Да, вот это, вот здесь вензель, вот он, это бондарь, бондарь мне говорила, вот вензель Николай Романов, он рисовал, будучи непрофессионалом, вот он, как это вот здесь увидеть через камеру, я не очень понимаю, Дим, может ты наедешь? НР. И вот, имея эти рисунки императора, их немного, ФБРЖ, чтобы сделать ему приятное, делал то же самое, как умел, по впечатлению. Ну, конечно. Палка, шапка, а вензель, вот он, Н. Романов. Это рисунок государя-императора Николая Саныча Романова. Все в 21 веке, все в 21 веке, очень просто объясняется. Но вот соединение, именно сегодня, скандал, слушайте, сам факт, обвинение, что в Эрмитаже подделки, и люди, которые занимаются подделками, они еще и шарлатаны, это все ко времени пришлось. Это все не просто так. Это совпало. Я не прав? Это в копилку. Да, абсолютно прав. Я считаю, что здесь из разряда чисто технического спора, но ведь Ружников-то он не может спорить по-научшему, потому что он не специалист. Значит, а следующий шаг, это уже политика идет. Конечно. Все, что мы делаем, в конечном счете, это политика, говорил Питер Брук когда-то. Но он же нападает не на меня, и не даром Би-Би-Си и так далее сейчас приплетает. Сколько времени потребуется на подлинную экспертизу всего того, что Ружников назвал подделкой? Месяц, два, три? Не, я думаю, что недели через три уже закончится конференция, которая будет в начале марта. Я бы очень хотел, чтобы наш канал был первым, который покажет те документы, которые в итоге появятся, о том, что все-таки это то, что есть, и что это такое и есть, и чтобы мы еще раз сделали один разговор и поставили точку уже навсегда, чтобы не было прецедентов, когда на черное говорят белое. Вот этому надо всей России давать отпор. Сегодня это наше национальное. Мы с удовольствием на Караулов Live все это напечатаем. Я благодарю тебя за этот разговор. Он состоялся, мне кажется, вовремя, и наш канал будет следить за этой ситуацией. Я не оставляю надежды услышать Ружникова, может, после сегодняшнего фирма что-нибудь скажет, но мы оставляем за собой право отвечать уже и Ружникову, то есть, его комментариям, поскольку у нас живая дискуссия, и мы ищем правду. Не более того. А я тебе отправлю все архивные материалы, чтобы тут все понятно. С удовольствием. Мы это все опубликуем, как и есть со всеми ссылками. Все, все, договорились. Спасибо. Как-то так за подлинными изделиями Фаберже давно идет охота, и отдельные потребители готовы платить цену в разы выше аукционной. Поэтому залежало Мешковский, Авитовский и остальной Фаберже с атрибуциями всевозможных антикфорумов, заслуживает твердой оценки Фуфлариат. А тем временем на антикфорум дятел с пернатой командой подтвердили подлинность и отправили на рынок очередную фальшивку Фаберже. Фальшивый антиквариат с именниками Грачев и братья Грачевы довольно часто появляются на рынке. Изготовители подделок пользуются любовью обывателей к известным брендам. В этом ролике на примерах изделий выставленных в продажу я покажу вам технологические и методические признаки подделки антиквариата. Довольно часто в названиях товаров после имени ювелира встречаются знаки вопроса. Наверное, торговцы предлагают покупателям самим придумать, кто производитель этой фальшивки. К именнику Г.А. московского ювелира Герасима Афанасьева прилепили фальшивый именник Грачев. Попытались замаскировать механической обработкой, создав иллюзию следов бытования. Государственное клеймо на ложке фальшивое, а на именнике братьев Грачевых забыли дорисовать букву Б. В конце 19-го и в начале 20-го века никаких совочков и лопаток для сахара не существовало. Пайана из двух частей. В Российской империи не изготавливали вилки по такой технологии. Их выдавливали прессом.